Вот это, вот это, вот это. Вот от него пахнет этим бензином. Местные жители уверены, что именно в этих емкостях злоумышленника принес горючую жидкость. Пластиковые баллоны так остались лежать всего в нескольких метрах от Вольсвагена. По всей видимости, весь моторный оттяг немецкого паркетника облили бензином, после чего подожгли. Сижу дома, слышу хлопок. Выбежал на балкон, смотрю, машина горит. Ну, горело как? Горели, короче, колеса и под машиной. Вплотную к горячему Вольсвагену были припаркованы другие машины. Чтобы не перекинулся пламя, автомобилисты отогнали их подальше. До пожарных, да, убегали. С ведрами, там, с простынями. Вот, тушили. Ну, пытались, пытались, но, дожидаясь пожарных, пожарные уже окончательно ее задушили. Полицейским хозяйка Вольсвагена рассказала, что поджечь автомобиль мог ее супруг, с которым она находится в процессе развода. В свою очередь, очевидцы не исключают, что это дело рук неизвестного пиромана, который вот уже несколько месяцев не дают покоя местным жителям. Вот только сегодня, грубо говоря, вот здесь у нас стоял ящик, просто, ну, как бы люди собирали и бросали туда все. А вот сегодня подожгли. Вот видите, вот за вами прям. Прямо сегодня подожгли. То есть машина никак не связана или связана? Ну, я не знаю. Может, это тот же самый маньяк. Может, просто-напросто и это спугнули, и он решил отомстить. Если на пластиковых баллонах злоумышленник оставил отпечатки пальцев, то установить его личность будет гораздо проще. Но в любом случае следователям еще предстоит поговорить с мужем хозяйки машины, а также опросить жильцов дома. Ведь, возможно, кто-то из них запомнил приметы мужчины, который поджег автомобиль. Равиль Сайганов, Альберт Аминов, Эфир 24.